Улица Ленина, дом 17, относительно новой, с современной системой подачи тепла в квартиры. Все приборы учета автоматически передают данные непосредственно ресурсоснабжающей организации ТГК-14. Декабрь месяц мы за отопление оплачиваем 3143,95 рубля. В принципе, сумма меня более или менее устроила. Дома тепло, как бы все хорошо. Пошла оплачивать в январе, то есть точно такое же отопление, то есть сумма уже 4,92. То есть, грубо говоря, практически на тысячу у меня увеличился расход. Вроде бы она тысяча не такая существенная, но как бы это деньги, и как бы я хочу знать за что. Тарифы на тепло постоянно растут. Проживая в многоквартирном доме с центральным отоплением, платить приходится независимо от своих потребностей. Единственным критерием, тормозящим аппетиты ТГК-14, является предел, установленный региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. Удивительное рядом. Тогда почему в новом доме тариф выше, чем в панельной хрущевке? У нас площадь 71 квадрат. У нас, допустим, знакомые живут недалеко от нас, у них квартира 84 квадрата, они платят 2000 за отопление, а мы 4. Мы обратились за комментариями в местное ТСЖ «Омега», которое обслуживает этот дом. Нам пояснили, что в декабре ТГК-14 выставила счет за отопление в размере 351 928 рублей. Но в январе произошел какой-то волшебный сбой, и сумма выросла значительно, практически на 30%. ТГК, они нам говорят, что это на основании наших показаний. Показания снимаются автоматически, им передается по диспетчеризации. Мы их даже как бы не снимаем, ну, все, нам выставляют. Нам выставили счет на 540 тысяч рублей в этом месяце. В том году такая же была картина. Я узнавала, сказали, что вот это выставляет ТГК. И траница именно между декабрьом и январем? Да, да, да. Вот каждый год такая картина. Все это более чем странно. Этот дом называют элитным. Может, резкий рост – это дань на роскошь. За комментариями мы обратились в пресс-службы ТГК-14. Они предоставили данные показаний прибора учета тепловой энергии в зависимости от среднесуточной температуры. Возможно, было бы обвинить во всем управляющую компанию. Но нет. В доме установлена современная система контроля отопления, что позволяет существенно экономить на коммунальных платежах. Возможно, контролирующие органы позволят разгадать загадку от нашего монополиста.